Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно отмечается в начале февраля. Онкологические заболевания – одна из главных причин нетрудоспособности и ухода из жизни людей во всем мире. Более полумиллиона человек ежегодно заболевают раком. Опухоли могут вызываться внешними факторами, условиями, веществами, микроорганизмами и внутренними, которые обусловлены особенностью генетического строения. Заболевания приводят к неконтролируемому делению клеток, сокращают количество, качество и продолжительность жизни. В настоящее время в арсенале врачей есть эффективные технологии, которые помогают в лечении рака. Есть и способы, как можно выявить заболевания на самых ранних стадиях. И тогда высок шанс на успешное лечение. Об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем. В студии у нас Артем Зинюков, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача Краевого онкоцентра, заведующий кафедрой Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный онколог Хабаровского края. Артем Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, наверное, онкологические заболевания – это та самая ситуация, когда время может работать против и время может работать за. И вот что, наверное, на сегодняшний день важно знать нашим зрителям, тем людям, у которых вроде бы ничего не болит и ничего не беспокоит. Но вот такая онконастороженность. Вот в чем она проявляется и как в этой ситуации жить и себя вести? Есть две очень тонких грани. В первую очередь, вы правильно сказали, что это онконастороженность. Но и не должно быть канцерофобии. И об этом нужно все-таки четко понимать. Потому что это уже переизбыток эмоций. Отрицательные эмоции так или иначе, они сказываются на… В том числе механизмах канцерогенеза. Эта вещь обсуждается, она не доказана, потому что определить какие-то молекулярно-генетические особенности влияния эмоций все-таки у нас не удается. Но тем не менее, многие онкологи отмечают, что переживший стресс год, два, три назад, так или иначе, мог повлиять на развитие того или иного злокачественного образования. Это первое. Второе. Онконастороженность. Все-таки мы четко должны понимать и знать и пропагандировать о том, что соблюдение здорового образа жизни, защита от неадекватной инсоляции, то есть неспособности загорать, соблюдение четких определенных правил, будь то посещение участковой поликлиники в рамках диспансеризации доступной, бесплатной, выполнение рекомендаций специалистов по соблюдению здорового образа жизни, отказа от вредных факторов внешнего воздействия, так и эндогенных факторов, будь то ожирение, курение, алкоголь. Это то самое неправильное реализация репродуктивного потенциала. Я говорю в первую очередь о незапланированных прерываниях беременности. Об этом нужно тоже четко говорить. Все это является многими факторами риска развития онкологических заболеваний. Ну и кроме того, есть третий момент, вы правильно сказали, что это генетическая предрасположенность, наследственные определенные синдромы. Интуитивно пациентам, жителям понятно, что если в семье имеются родственники с одинаковыми заболеваниями онкологическими, одной и той же локализацией, то интуитивно понятно, что предрасположенность к этому виду злокачественной опухоли будет высока. Ну и, соответственно, даже не придя к специалисту, интуитивно понятно, что эту локализацию нужно как-то профилактически исключать и обследовать. Но повторюсь, что основные методы диспансеризация закрывает в каком плане? То есть легкие, дешевые тест-системы, будь то маммограмма, будь то цитологический скрининг для исключения рака шейки матки, это кал на скрытую кровь для одного из самых распространенных злокачественных наобразований, будь то колоректальный рак, это ПСА-скрининг для мужчин в определенном возрасте, и, собственно говоря, осмотр кожного покрова рутинно, ежемесячно. Я думаю, это легкие, дешевые тест-системы, которые многое что можно выполнить самостоятельно на дому. Если что-то не нравится, своевременно обратиться к специалистам. Артем Сергеевич, если говорить о распространении онкологических заболеваний, все-таки какие злокачественные образования выходят сегодня как диагнозы, которые наиболее часто встречаются? В первую очередь это опухоли кожи. Кожи? Кожи. Визуальная локализация. Если мы будем суммировать базально-клеточный, плоскоклеточный рак кожи плюс меланома кожи, она шифруется отдельно и протекает абсолютно своим особенностям, является крайне неблагоприятно прогностически. Но это все визуальная локализация. Можно осмотреть кожный покров, увидеть пигментное образование, которое начинает расти, изменяться, изменяться в сторону увеличения размеров, толщины, появления изъязвления, либо наоборот появление гиперпигментации, либо уменьшение пигментации. Это повод, очень грозный повод обратиться к дерматологу, либо в смотровой кабинет участковой поликлиники для осмотра при необходимости дерматоскопии и дальнейших диагностических манипуляций. Второе – это опухоли легкого. Мы, конечно, четко должны понимать, что ежегодная флюорограмма – основная идеологическая цель флюорограмм – это все-таки туберкулез, но очаговое образование в легких могут быть… Можно увидеть сегодня в флюорографическом снике. Кроме того, мы же понимаем, что на сегодняшний день эра пусковидного, пусковидная эра. Она тоже свой отпечаток наложила, видимо. Пациенты имеют опцию. В рамках углубленной диспансеризации в постковиде с целью исключения пневмосклерозов пациентам назначается спиральная компьютерная томограмма без контраста. И, собственно говоря, это более информативный метод, который может быть использован в том числе в рамках диагностики очаговых образований легких. Это далеко не всегда злокачественная опухоль. Это может быть пневмосклероз, это может быть гомортома, это может быть опухоль, это может быть метастаз. Нужно в каждом случае всегда разбираться отдельно. Третье, особенно для женщин, это рак молочной железы. Визуальная локализация. Уважающая себя женщина либо супруг должны как минимум ежемесячно осматривать молочные железы в положении стоя, в положении лежа. И если что-то не нравится, обратиться в смотровый кабинет. Кроме того, в рамках диспансеризации это маммограмма в зависимости от возраста, определенная периодичность. И если требуется, это уже осмотр специалистов. Для незначительных изменений в виде мастопатии, мастопатии, которые шифруются по определенным классификациям в рамках БИРАЦ-1, БИРАЦ-2, это акушер-гинеколог. В первую очередь смотрит согласно порядка оказания помощи. Если имеются образования, которые классифицируются как БИРАЦ-3, необходима консультация онколога. Нужно что-то ставить по оценку на учет, либо нет. Если мы говорим о БИРАЦ-4 и выше, то это однозначно онколог. Решение вопроса о морфоверификации. Следующая грозная нозологическая форма. Мы говорим об злокачественных опухолях ободочной кишки и опухолях прямой кишки. Достаточно общая симптоматика, клинические проявления. Есть, конечно же, отличия, но основной диагностический скрининговый метод. А скрининг – это обследование здоровых жителей. Здоровых людей, кто чувствует себя относительно хорошо. Абсолютно без клинических проявлений. Не проявляет никаких жалоб. То есть тест-система – дешевый, доступный метод. Если метод-тест положительный, то пациент должен быть направлен на второй этап диспансеризации, на тотальную колоноскопию. И выявляются не всегда опухолевые проблемы. Это могут быть неспецифические воспалительные заболевания кишечника, это могут быть полипы, это могут быть дивертикулы, а может быть дебют злокачественной опухоли. Нужно четко говорить о том, что имеется такая форма, как рак желудка, но, к сожалению, в мире, за исключением Японии, никто не доказал эффективного скрининга. Но наличие жалоб на боль и сжогу и так далее – это гастроэнтеролог при необходимости ФГДС. Посещение гинекологов рутинное, цитологические скрининги, УЗИ малого таза по показаниям, но мы понимаем, что женщины должны гинекологов посещать. И когда к нам направляются пациентки, которые не были у гинеколога по 10-15 лет и выращивают опухоль яичника по 20 см, но вопрос здесь, наверное, все-таки к пациентам, а не к медицинской среде, которые приглашали страховые компании, где мы все застрахованы в системе ОМС, рассылают смс-оповещение, что приходите на диспансеризацию, мы вас готовы принять в любое удобное для вас время. Главное – дойти до специалистов. Ну и, конечно же, есть еще ряд многих нозологических форм с характерными клиническими симптоматиками, но когда что-то с организмом не так, не надо тянуть, не надо, самое главное, бояться. Вы правильно заметили в превью, что методы диагностики на сегодняшний день улучшились, методы лечения на сегодняшний день самые современные на уровне мировых. И это доступно и, самое главное, рутинно используется на территории Кабаровского клинического центра онкологии, Комсомольского онкологического диспансера. Это рутинно используется, мы особо не пиаримся об этом, потому что это наша ежедневная работа. И, собственно говоря, новые методы нерутинно применяются для каждого пациента при наличии тех или иных показаний. На основании, самое главное, молекулярно-генетических исследований. Артем Сергеевич, вот мне кажется, что, собственно, Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями он и появился в медицинском календаре с целью привлечения внимания к тому, чтобы, ну вот правда, делая простые шаги, следя за своим здоровьем, посещая раз в год или раз в три года диспансеризацию, кому это как положено по возрасту и в силу каких-то других ситуаций, вот следя за своим здоровьем, за какими-то хроническими заболеваниями, если они есть, мне кажется, что тогда сложно, правда, пропустить те самые первые симптомы, а когда есть первые симптомы, с ними, наверное, ну не то чтобы проще, но, наверное, больше возможностей с ними разобраться и, ну как-то вылечиться, да, или, во всяком случае, эффективно поддерживать состояние здоровья. Конечно же, то есть если появляются симптомы, это мы уже говорим не о нулевых, зачастую не первых стадиях, это зачастую вторая стадия, но чем меньше стадия онкологического заболевания, тем выше эффективность противоопухолевого лечения. Хотя и при высоких стадиях пациенты лечатся при применении всех технологий. Артём Сергеевич, спасибо вам, успехов вашим коллегам и восстановление из лечения вашим пациентам. У нас в студии был Артём Зинюков, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача Краевого онкологического центра, заведующий кафедрой Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный онколог Хабаровского края.